Упражнение по математическому анализу Немыслимо без свободной ориентации в курсе алгебры Когда вы начнете интегрировать Вы должны свободно уметь раскладывать на простейшие дроби Это обязательно Сейчас у вас начался курс геометрии Мы с лектором очень много согласовывали курсы Сейчас программа устроена так Часть курса математического анализа Которая раньше всегда читалась в курсе анализа Она будет прочитана у него В курсе геометрии Поэтому если вы на первых лекциях что-то упустите Не разберетесь То когда пойдет дифференциальное исчисление Функции нескольких переменных Вам будет трудно На экзамене тоже Когда будут возникать вопросы Конечно, вы должны уже Готовясь к курсу математического анализа Знать и курс геометрии В каком-то объеме Курс линейной алгебры Тоже он является базовым для математического анализа Дело в том, что дифференциальное исчисление Нескольких переменных Оно, как и в случае дифференциального исчисления функции одной переменной Будет опираться на очень простые функции n-переменных В частности, если дифференциальное исчисление сравнивало сложные функции с линейными и квадратичными функциями То есть с прямой параболой, которую вы изучали в школе То сейчас анализ будет сравнивать с линейными и квадратичными функциями в РН А линейные и квадратичные функции в РН это линейная алгебра Соответственно, чтобы вам успешно сравнивать сложные объекты с простыми Вы должны хорошо освоить простые объекты Так что, значит, я, соответственно, вас призываю Вот для успешного освоения курса анализа Очень внимательно отнестись Вот как минимум к двум курсам Геометрии и линейной алгебры Которые у вас параллельно читаются в этом семестре Я постараюсь сделать так, чтобы те понятия, которые возникают у меня более сложные Возникали позже, чем простые понятия, которые возникают там По возможности, конечно Значит, ну вот, собственно говоря Это так вот Все, что я хотел сказать из такой вводной части Частично отвечая на ваш вопрос Вот с одного из них, который вы как-то, наверное, изучали в школе Немножко, но опять же так полусерьезно А мы сейчас по-настоящему изучим Вот с этого интеграла мы с вами и начнем Ну вот, собственно говоря, какая здесь стоит физическая задача Вот есть некая прямая и материальная точка так вдоль нее движется Ну вот отсюда начали, потом вверх, потом, может быть, вниз Ну и так далее Вот какое-то движение Естественно, как оно изображается в системе координат х Ну вот это ось времени, это координата Ну вот получается некая функция Мы это все прекрасно с вами знаем И, соответственно, если есть закон движения Если есть закон движения То мы легко с вами можем определить скорость в каждый момент времени Ну посчитать производно А вот теперь возникает обратная задача Обратная задача Значит, по скорости По скорости определить закон движения Ну или хотя бы определить примерно или точно Где окажется материальная точка в нужный момент времени Ну вообще задача не столь абстрактна, как вам кажется Вот, например, в жизни многие из вас интегрируют Интегрируют Ну вот, например, вот вы переходите дорогу Особенно если в неположенном месте И вот едет машина Вот То ваши зрительные рецепторы воспринимают скорость движения машины И вы определяете, а успеете ли вы перебежать или не успеете Да, то есть вы восстанавливаете траекторию ее движения Видя скорость Так что, ну конечно, эта задача очень важная и нужная Она везде встречается И вот эту задачу Для решения этой задачи предназначен интеграл Ньютона Интеграл Ньютона Вот давайте мы с вами его и определим Ну я могу картиночку стереть, она уже не нужна Итак, определение Функция F Называется интегрированной в смысле Ньютона Ну вот я буквку Н поставлю На отрезке АВ Если Существует функция F Другое название у нее более привычное, первообразное Существует функция F Значит Дифференцируема Всюду на отрезке АВ Ну, естественно, на концах имеет смысл говорить об односторонней производной Ну хотя это не очень принципиально, мы в дальнейшем поймем Вот Значит, вот дифференцируема на отрезке АВ Вот такая, что F' от X равно F малая от X Всюду на АВ Значит, в каждой точке Всюду должно выполняться вот такое равенство Да, вот нашлась такая функция Точная производная, которая равна F малая от X Ну это означает, смотрите Значит, F от X это чья-то скорость Чья конкретно? Конкретно функции F большое от X Значит, ну вот функция F большое от X В этом случае называется Неопределённый Неопределённый Интеграл Ньютона Ньютона Ну, скобочка, первообразная Функция F малая от X На отрезке АВ Функция F от X Есть неопределённый Интеграл Ньютона На отрезке АВ Вот Значит А вот Значение Приращения F от B минус F от A Иногда его ещё обозначают вот так Ну, как принято так Такая палочка от A до B Это одно и то же Одно и то же Вот А ещё иногда обозначают вот так Вот Иногда здесь вот ещё Чтобы подчеркнуть О каком интеграле речь Ставят букву N Иногда не ставят Давайте я напишу Когда ясно, о каком интеграле идёт речь То ничего не ставят Просто пишут интеграл Зачем такое странное обозначение Вот тот интеграл Тут какой-то DX Я чуть позже поясню Ну, вот это вот всё одно и то же Вот всё, что написано Это всё одно и то же И эта величина называется Определённым Определённым Интеграл Ньютона По функции F от X По отрезку АВ Вот так Ну и физически это понятно, что означает Если у вас F от X Закон движения То приращение Функции F большой от X Это просто есть перемещение За время от A до B То есть вот В том примере Про машину, которую я вам рассказывал Конечно, вы считаете Определённый интеграл Вам важно не Как именно будет ехать машина А вот именно За то время, пока вы будете переходить Успеет она доехать Или не успеет То есть вам нужно Собственно Само это приращение Ну и вообще часто В задачах Часто в задачах Нужен именно Определённый интеграл И это иногда побуждает Нас решать задачу Вот непосредственно Поиска определённого интеграла Минуя промежуточную Понятно, что если вы Знаете неопределённый интеграл То определённый интеграл Найти очень легко Значит Ну вот такое понятие Оно вам, конечно, знакомо Ну а сейчас давайте разберёмся С этим понятием Более предметно Вот И заодно Обсудим А что вообще Нужно от интеграла любого Какие свойства Желательно, чтобы были Ну конечно же Самое первое и главное Это единственность Если интегралов будет слишком много То ничего хорошего в этом не будет И вот Следующая главная теорема Она состоит в следующем Что в определённом смысле Интеграл Ньютона единственный Сейчас я напишу В каком смысле Теорема Пусть Ф Интегрируема в смысле Ньютона Итак, интегрируемость есть Вот И f1 И f2 Неопределённые интегралы Неопределённые интегралы Этой функции Ну два какие-то Неопределённые интегралы Тогда Существует Число С Такое, что f2 От х Это есть f1 От х Плюс С И это равенство Выполняется всюду На отрезке АП То есть Оказывается Единственность Понимается Вот в таком смысле Все неопределённые интегралы Получаются Друг из друга Параллельным переносом То есть Визуально Закон движения Один и тот же Только Всё зависит от того На какой высоте Мы находимся Конечно Это не означает Полную единственность Но вот Так как я сказал В определённом смысле Жёсткость есть И она нас устроит Об этом чуть позже Вот Ну давайте я для начала Докажу стандартно Это доказательство Не вполне конструктивное Не открывает всех пружин В чём тут дело Но попозже Я теорему немножко по-другому докажу И более общей формулировки Да Значит доказательство Доказательство Да Значит Ну рассмотрим функцию Фи Более того Её производное Есть разность производных Разность производных И опять же В силу определения Неопределённого интеграла Каждая из этих производных Равна Ф маленькая от х То есть они равны между собой Значит их разность Равна нулю Значит что же мы получили Функция Фи от х Дифференцируемая И производная Всюду ноль Всюду ноль То есть скорость везде Ноль Не растём Ну это означает Что конечно Раз скорость нулевая То материальная точка Стоит на одном месте Ну давайте это формально проверим Значит смотрите Функция фи от х Удовлетворяет Всем условиям Теоремы Лагранжа Вот Давайте возьмём Произвольную точку Х ноль Из отрезка АВ Вот вообще любую Но фиксированную Вот А вторую точку Х Ну начнём гонять По всему отрезку Да Тогда на отрезке Х ноль Х Не важно Что там Начало Что конец Более-менее всё равно Выполнены Все условия Теоремы Лагранжа Ну потому что Отрезочек Х ноль Х Под множество Отрезка АВ А на отрезке АВ Там всё в порядке Функция дифференцирована Вот Соответственно Что мы имеем А мы имеем вот что Что приращение функции Фи от х Допускает следующее представление Фи штрих В точке Х ноль плюс тетта Х минус Х ноль И умножить на Х минус Х ноль Но фи штрих Всюду ноль Поэтому Это приращение Равно нулю Но значит Следовательно Фи от х Равно Фи от х ноль Для любого х Из отрезка АВ Это и означает Это и означает Что функция Фи от х Является постоянной Теорема тем самым доказана Следствие Из этой теоремы Мгновенное Пусть Ф Маленькое Интегрируемо В смысле ньютона На отрезке АВ Тогда Интеграл Определенный Ньютона По отрезку АВ А еще раз повторю Определенный интеграл Это уже число 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 Единственный Вот тут уже Настоящая единственность Значит это число Уже определено Совершенно Однозначно Ну доказательство Давайте посмотрим Значит Возьмем Просто по определению Два Неопределенных Интеграла И вычислим Приращение Ну вот смотрите Пусть Ф2 от Х Это есть Ф1 от Х Плюс константа Ну тогда Ф2 от Б Минус Ф1 от А Конечно же равно Ф1 от Б Плюс константа Минус Ф1 от А Плюс константа И конечно же равно Ф1 от Б Минус Ф1 от А Да То есть Не важно Какую из первообразных Мы возьмем Вот И Определенный интеграл Порождаемый Этой первообразной Ну всегда будет Один и тот же Всегда будет Один и тот же Вот Этим Объясняется Наше удовлетворение От Единственности В определенном Смысле Вот здесь Ну не единственный Не определенный Интеграл Ну и что Определенный Это будет единственный Вот это Самое главное Итак Объект Который мы с вами Определили Он Единственный И Это Приводит Нас К мысли Что вот Его Раз он Есть Единственный Значит Его как-то Можно искать Как уже искать Это Вы вот на упражнениях Этим займетесь Я немножечко Вам расскажу О тех Трудностях Которые ждут Вас В процессе Его вычисления Так Значит Какие же Еще Свойства Интеграла Являются Краеугольными Что еще важно Значит Теорема Теорема Пусть Функции Ф и Ж Ф и Ж Интегрируемы В смысле Ньютона На отрезке АВ Лямбда И мю Действительные Числа Тогда Лямбда Ф Плюс Мю Ж Тоже Интегрируема На отрезке АВ При чем При чем Я сразу Определенный Интеграл Поставлю Потому что Как я уже Сказал Именно он Является Является Нашей целью Значит Интеграл И уже я Буквку Вот эту Н Кругленькую Ставить не буду Потому что Сейчас у меня Пока только Интеграл Ньютона Интеграл От А До Б Лямбда Ф Плюс Мю Ж Д Х Равен Лямбда Интеграл От А До Б Ф От Х Д Х И плюс Мю Интеграл От А До Б Это свойство Называется Линейностью То есть Вот тем самым Значит Иначе говоря Класс Интегрируемых Функций Является Линейным Пространством Вот Значит И это Кстати Одно из Важнейших Свойств Может быть Самое Важное Для Практической Реализации То есть Когда вы Считаете Интегралы Вот Несмотря на Всю простоту Этой теоремы Именно она Является Главным Инструментом Интегрирования Функций Да Ну Доказательства Доказательства Конечно Тут несложны Ну Что значит Ф Маленькая И Ж Маленькая Интегрируемая Значит Существует Ф Большое И Ж Большое Да Дифференцируемые На отрезке АВ И такие Что Функция Ф Большое Штрих Имеет Своей Производной Функцию Ф Малая Ж Большое Имеет Производную Функцию Ж Малая Вот И это Конечно Равенство Выполнено Всюду На отрезке АВ Ну Что отсюда Следует А здесь И конечно же И все остальные свойства Будут также вытаскиваться Здесь мы используем Соответствующее свойство Дифференцируемых функций А именно Что мы знаем Что дифференцируемые функции Тоже Линейное пространство Да Значит Линейная комбинация Дифференцируемых функций На отрезке АВ То есть функции Имеющих Производную Вот Это одно и то же В одномерной ситуации Линейная комбинация Дифференцируемая На отрезке АВ И более того Производная Линейная комбинация В точке Х Это и есть Линейная комбинация Производных Ну а это и есть Линейная комбинация В точке Х В точке Х Вот так Вот и все Значит Линейная комбинация Есть неопределенный интеграл Ну а как следствие И определенный интеграл Равен Тому Что надо Вот такое Простое Но очень важное свойство Значит Любой интеграл С которым Вы не столкнулись В дальнейшем Обязательно Этим свойством Должен обладать Обязательно Значит И еще одно Очень важное свойство Оно называется Аддитивностью Интеграла Сейчас я объясню Тут тоже Некие суммы Да Значит Итак Теорема Пусть Функция Ф от Х Интегрируема На отрезке АВ Это давайте Первая часть Теорема Первая часть Тогда Для любого Подотрезка Для любого Отрезка ЦД Содержащегося В АВ Функция Ф Интегрируема И по этому Отрезку Вот так Итак Функция Ф Интегрируема По большому Отрезку Интегрируема По каждому Подотрезку Вторая часть Теоремы Пусть Ф Интегрируема На отрезочке АС И на отрезочке СВ С Произвольная точка Интервала АВ Пересечение И И тут Интегрируема И здесь Интегрируема И там И там Тогда Функция Ф Интегрируема На всем Отрезочке АВ На всем Отрезочке АВ Причем Причем Значит Интеграл От А до В Ф От Х ДХ Равен Интегралу От А до С Ф От Х ДХ И плюс Интеграл От С До В Ф От Х ДХ Вот так вот Ну то есть Еще раз Вспоминая Что интеграл Это есть Перемещение За время От А до В Смысл Этиоремы Понятен Чтобы переместиться Из точки За время От А до В Ну надо Взять перемещение За время От А до С И к нему Прибавить Перемещение За время От С до В Вполне Естественная Теорема Вот И я еще раз повторю Вот Совокупность Вот этих Двух свойств Которые Состоят В чем Что интегрируемость На большом Куске Предполагает Интегрируемость На более мелком Интегрируемость На более мелких Которые В сумме Дают Весь отрезок Влечет Интегрируемость По всему Отрезку И справедливо Вот такое Равенство Интеграл Равен Сумме Интегралов Это всегда Для любых Интегралов Такое свойство Должно Выполняться Значит Ну давайте Докажем Ну первое Свойство Очевидно Давайте Смотрите Существует Ф Большое Дифференцируемое На отрезке АВ И такая Что Ф' От х Равно Ф От х Для всех Х Принадлежащих Отрезку АВ Но в частности И для всех И для всех Из меньшего Множества Из меньшего Отрезка Вот и все То есть функция Ф Большое От х Конечно же Дифференцируемо И на отрезке СД И справедливо Такое Равенство Значит Второе Тоже Все очень просто Смотрите Что у нас есть Функция Интегрируема На левой И правой Половинке Что это означает Существует Ф Большое Ф Большое Вот Значит Такое Что Она Дифференцируема На отрезке А С И дифференцируема На отрезке СБ Ну мы возьмем Соответствующую Первообразную С соответствующим Сдвигом Чтобы они Совпали Конечно Понятно Что можно взять Разные первообразные Они разъедутся Но Мы понимаем Что Всегда можно Сдвинуть И от этого Ничего не изменится Но соответственно Если у нас есть У функции Левая Производная В точке С Значит И это есть Настоящая Производная Правая Они совпадают Значит Отсюда следует Ф Большое Дифференцируема И на всем Отрезочке АВ На всем Отрезочке АВ Вот Значит Далее Ну и конечно же Ф штрих от Х Равно Ф малое От Х Для всех Х Принадлежащих Объединению Отрезков АС И СБ Ну а это И есть Отрезок АВ Вот Теперь Откуда равенство Давайте Выпишем Это равенство Значит Ф от Х На отрезке АВ Вот такое Приращение Конечно же Есть Приращение Функции Ф от Х На отрезке АС Плюс Приращение Функции Ф от Х На отрезке СБ Ну просто Здесь Ф от С Со знаком Плюс А тут Ф от С Со знаком Минус Вот и все Значит Вот тем самым Вот такие Свойства Такие свойства Определяющие Вот они есть Для всех интегралов Значит Еще раз повторяю Единственность Линейность И аддитивность Вот И конечно Все интегралы Про которые Я вам расскажу Этим свойством Будут обладать Вот Ну а дальше Уже есть Различные вариации В зависимости от того Какую мы Решаем задачу В частности Еще раз повторю Интеграл Ньютона Решает задачу Восстановления Траектории Вот Ну и наконец Две теоремы Я сейчас Сформулирую Они Дайте Может быть здесь Сотру Даже Две теоремы Они нужны Для практических Вычислений Вот пока я стираю Еще раз Обратите внимание На формулировку Теоремы О линейности Обратите внимание Что эта теорема Столь же проста Как и соответствующая Теорема О производной То есть Производная Линейная комбинация Есть линейная комбинация Производных И интеграл от линейной комбинации Есть линейная комбинация Интегралов Все Больше Никаких таких Таких же простых теорем Не будет Не будет Но это следствие Того что Операция Обратная Да И поэтому Значит Следующие теоремы Будут звучать уже Не так уж просто Итак Теорема Пусть Функция Ф Интегрируем По Ньютону На отрезке АП А функция Фи Дифференцируема На отрезке АП АП Строго Строго Возрастает Возрастает Строго возрастает Фи от альфа Фи от альфа Равно А Фи от бета Равно А Финтегрируем 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 Умножить Фи Умножить на фи штриха Т Вот такой сложный Агрегат Такое вот Произведение Интегрируем Интегрируем По Ньютону На отрезке Альфа Бета И Интеграл По отрезку Альфа Бета От этой функции Интеграл Ньютона Равен Интегралу От А до Б Ф от х Бет Значит Ну вот так Давайте проверим Проверим Что действительно так Доказательства Доказательства Ну что Смотрите Что у нас происходит Значит Раз Ф малая Интегрируем По Ньютону То существует Ф большое Дифференцируемая Ф На отрезке АВ И такая Что ее производная Всюду равна Ф маленькая Ах Всюду равно Ф маленькая От х Все Подчеркиваю Для всех х На отрезке АВ Так Что тогда Значит А функция Фи Дифференцирована Всюду На отрезочке Альфа Бета Всюду На отрезочке Альфа Бета Тогда Тогда смотрите Что получается Что функция Ф большое От Фи От Т Еще раз Смотрите Что происходит Фи От Т Как она устроена Она Она Значение Из отрезка Альфа Бета Бросает Внутрь Отрезка АВ Правильно Вот А на отрезке АВ Ф большое Всюду Дифференцируемо Значит Получается У нас Композиция Вот Если Т Произвольная Точка То Это Композиция Дифференцируемых Функций Правильно Ф большое Дифференцируемо В точке Фи От Т А Фи Дифференцируемо В точке Т Значит Вот Этот Агрегат По Свойству Дифференцируемо На отрезке Альфа Бета Как Композиция Дифференцируемых Функций Более Того Производная Этой Функции Это есть что такое? Это есть производная f, то есть f малая в точке φ от t. Ну и умножить на φ штрих от t. И это равенство верно для всех t из альфа в бета. Значит, тем самым вот эта функция есть неопределённый интеграл того, что мы хотели. Значит, доказано, что функция интегрируема, раз у неё есть первообразная. Давайте теперь проверим равенство. Значит, смотрите, интеграл от альфа до бета, f от φ от t на φ штрих от t dt. Это есть что? Это есть f от φ от t, а тут палочка альфа бета. Ну а поскольку φ от бета это b, а φ от альфа это а, то это всё равно, что f от x, тут палочка а, b, ну а это интеграл от а до b, f от x dx. Значит, пару слов об этой теории. Пару слов. А значит, первое, о чём я сразу хочу сказать, что посмотрите, пожалуйста, что вот такое простое правило, как производная композиции, значит, понятно, почему оно простое. Хотим брать производную у чего угодно. как чего угодно строится. Мы складываем функции, умножаем, делим, берём композиции. И вот мы берём композицию и считаем от неё производную. Есть такое правило? Есть. Пожалуйста. Хотим, чтобы было такое правило? Будет. А для интеграла не так. Посмотрите, мы интегрируем не композицию, а то, что можем. То есть правило получается не то, которое хотим, а вынуждено, нет другого. Значит, композицию мы обязаны на что-то умножать, а именно на производную вот этой внутренней функции. Всё. Просто так композицию не проинтегрируешь, нет такого правила. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Именно эта теорема объясняет смысл вот этого определения, и почему мы здесь интеграл вот так странно обозначили. Помимо того, что вот загогулино вот это, ещё и dx зачем-то. Ведь интегрируем мы функцию, а вот с практической точки зрения удобно интегрировать дифференциал. Посмотрите, пожалуйста. Вот если мы посмотрим вот на это выражение, как на дифференциал, то мы знаем, что дифференциал инвариантен относительно замен, правильно? Вот давайте теперь сюда подставим вместо x фи от t. Но только нельзя подставить фи от t просто сюда, видите, да? Вы проинтегрируете f от фи от t. Нет такой теоремы. А если вы x подставите и сюда, и сюда, то как раз d от фи от t, это будет фи штрих от t на dt. Вот оно. Поэтому вот с практической точки зрения можно эту теорему переформулировать следующим образом. что интеграл от а до b от f от x до x не изменится, если даже вместо x подставить любую функцию. То есть неважно, x зависимая переменная или независимая, интеграл все равно будет иметь одно и то же значение. Вот такая другая формулировка теоремы о замене перемен. Ну и вторая теорема, тоже очень важная в приложениях, называется теорема интегрирования по частям. На практике вам лучше расскажут, почему она так называется, зачем это нужно. А теорема звучит следующим образом. Пусть функции у и в дифференцируемы на отрезке АВ. И вот такое загадочное условие. И функция у штрих от x на В от x такое вот произведение, интегрируемо в смысле Ньютона. Тогда вот такое произведение В штрих от x умножить на О от x интегрируемо в смысле Ньютона. Интегрируемо в смысле Ньютона. Причем интеграл от А до В В штрих от x на У от x равен У от x на В от x палочка от А до В и минус интеграл от А до В У штрих от x В от x Вот такая теорема. Она является прямым обращением формулы производного произведения. Ну давайте докажем. Доказательство. Ну смотрите. Что у нас дано? Ну дано, что вот это произведение интегрировано по Ньютону. Значит, существует F большое F большое дифференцируемое на отрезке АВ и такая, что F большое штрих от x равно У штрих от x на В от x Вот существует такая функция. Это мы потребовали. А давайте теперь посмотрим на функцию G от x равную произведению и минус F большой от x Ну посмотрите, пожалуйста. Эта функция, конечно же, дифференцируема на отрезке АВ. Почему? Потому что У и В дифференцируемы значит, произведение есть произведение дифференцируемых функций значит, вот эта слагаемая дифференцируемая функция в каждой точке отрезка АВ F большое дифференцируемое тоже на отрезке и как разность всё в порядке. Давайте искать её производную. G штрих от x что это такое? Это У штрих от x на В от x плюс В штрих от x на У от x и минус производная в большое а производная в большое это У штрих от x на В от x сокращаем и получаем требуемое. Ну а равенство определенных интегралов тривиально следует из линейности операции взятия вот этой черточки. Тривиально. Приращение суммы функций есть сумма приращений. Вот и всё. Вот такие вот теоремы. Я их умышленно надал в таких избыточных формулировках, которые вам реально понадобятся на практике. Не требовал ничего лишнего. Вот, например, если вы обратили внимание, то посмотрите, пожалуйста, вот в этой теореме я в доказательстве ну по сути нигде не использовал монотонность функции φ большую. Я единственно использовал её так опосредованно в том месте, когда сказал, что образ отрезка α-β сидит внутри отрезка А-В. И всё. Больше ни зачем она не нужна. Но на практике вы не будете брать ни монотонные замены. Ни разу. Вот. Поэтому я сразу ограничился вот таким утверждением. Это просто чтобы у вас при подготовке не возникало вопросов, а к чему тут монотонность. Да ни к чему. Просто вот мне так захотелось и всё. вот увидите. На практике ни одной не монотонной замены вы не примените. То же самое здесь можно немножечко так вот подослабить. Вот это условие немножко странное. Немножко странное. А вот чем оно странное, ну и вообще немножечко так пофилософствуем мы через 5 минут. Сейчас мы немножечко поговорим откуда вот такие странные формулировки и что я ещё совершенно совершенно не сказал. Совершенно не сказал. Вся штука в том, что несмотря на кажущуюся простоту интеграл Ньютона штука не очень простая. Вот как бы нам это странным не казалось. И вот среди всех теорем, которые здесь имеются, пока нет самого главного. Теорема существования. Видите, нигде не написано. А когда же интеграл Ньютон это у каких функций существует? У каких функций существует? Вот. И отсюда это вынуждает нас вот к таким странным формулировкам. Ведь это же очень странно. У произведения интеграл существует, да ещё это произведение непростое. Функции умножаются на производную. И вот это, конечно, связано с тем, что в общем-то класс интегрируемых по Ньютону функций, интегрируемых по Ньютону функций, а именно что это за класс? Это просто класс точных производных. Это функции, которые являются чьими-то производными всюду в каждой точке. Он такой достаточно сложный в описании. Поэтому пока для нас не остаётся ничего лучшего, чем просто выписать какие-то функции, у которых мы точно знаем, что интеграл есть. Как этот класс выписать понятно? Надо написать табличку интегралов. Вот табличка это отдельный разговор. Сейчас я её выпишу и мы о ней тоже поговорим. Как она получается? Ясно как. Надо сначала выписать табличку производных. Давайте аккуратненько её и выпишем. Итак, х в степени n плюс 1 мне хочется от n плюс 1 взять производное. Это есть n плюс 1 на х в степени n. Производное логарифм модуля х это есть единичка делить на х. Производное е в степени х это есть е в степени х. Производное синуса это есть косинус. Производное косинуса минус синус. Производное тангенса единица на косинус квадрат х. Производное катангенса минус единица на синус квадрат х. Производная гиперболического синуса, гиперболический косинус, производная гиперболического косинуса, это есть гиперболический синус. Производная гиперболического тангенса, это есть 1 на гиперболический косинус. Производная гиперболического катангенса, это есть минус 1 на гиперболический синус в квадрате. Ну и что мы еще забыли? Производная арксинуса есть 1 делить на корень из 1 минус х в квадрате. Производная арктангенса есть 1 делить на 1 плюс х в квадрате. Производная высокого логарифма, то есть 1 вторая логарифм, а тут 1 плюс х делить на 1 минус х по модулю. И от всего этого штрих есть 1 делить на 1 минус х в квадрате. И, наконец, производная длинного логарифма, логарифм х плюс корень квадратный из х в квадрате плюс минус 1. Ну тоже по модулю давайте поставлю. И от этого штрих есть 1 делить на корень из х в квадрате плюс минус 1. Вот. Ну, эта табличка производных нами была доказана в прошлом году. Вот. Теперь как из нее получается таблица интегралов? Очень просто. Справа налево. Давайте прямо перепишем. Итак, интеграл от х в степени n dx. Я пишу табличку неопределенных интегралов, потому что определенные интегралы вы сами понимаете, как получаются. Есть х в степени n плюс 1 делить на n плюс 1. Но, разумеется, n любое действительное число, не обязательно натуральное, но лишь бы не минус 1. Для минуса 1 тут отдельная формула. Интеграл от 1 на х dx – это есть логарифм модуль х. Интеграл от е в степени х – это есть е в степени х. Интеграл от косинуса х – это синус х. Интеграл от синуса х – это минус косинус х. Интеграл от единицы на косинус квадрат х – это тангенс х. Я сразу обращаю внимание, я не пишу плюс константа. Вы уже поняли, что я просто выписываю одну из первообразных, поскольку какая она не играет никакой роли при вычислении определенных интегралов. Интеграл от единицы на синус квадрат х – это минус катангенс х. Интеграл от косинуса гиперболического х – это синус х. Интеграл от синуса гиперболического х – это косинус гиперболический х. Интеграл от 1 на косинус квадрат х гиперболический – это тангенс х. Интеграл от 1 на синус квадрат гиперболический – это минус катангенс гиперболический. Интеграл от 1 делить на корень из 1 минус х квадрат – это арксинус х. Интеграл от единицы делить на корень из х квадрат плюс-минус 1. Это есть длинный логарифм. Интеграл от единицы делить на 1 минус х квадрат. Это есть высокий логарифм. И, наконец, интеграл от единицы делить на 1 плюс х квадрат. Это есть арктангенс х. Вот такая табличка. Давайте теперь на нее посмотрим и их сравним. Я вот так для аналогии приведу. Сейчас, конечно, уже такого нет. Раньше такие учебники были школьные. И там была табличка полных квадратов. Может, кто застал? Вряд ли, наверное, уже. И там вот такой квадратик был, как в декартовой системе координат, и цифры от единички до 9. И, в общем, любое двузначное число берешь и посередине ответ. Например, тут 2, тут 5, значит, 25, и здесь написано 625. Это я к чему? Когда мы возводим в квадрат, то берем целое число, какое хотим. И, пожалуйста, квадрат вычисляется тоже целое число. А обратная операция, квадратный корень, уже, конечно, ничего подобного не будет. Берем, подставляем, но угад взятое число, все, корень целым числом не является. Вот. И, в общем-то, та же проблема и здесь. Не только правила вывода, вот, обратите внимание, они весьма странные, как я уже сказал. Видите, вместо того, чтобы проинтегрировать произведение функций, ничего подобного, мы интеграл от какой-то странной комбинации v штрих на у сводим к интегрированию другой тоже странной комбинации, и все. Никакой теоремы такого плана, что если мы умеем искать интеграл от у и от в, то мы умеем искать от произведения, нет. То же самое и с табличкой. Посмотрите, пожалуйста, как устроена таблица производных. Что хотим, от того производную берем, правда? Здесь все базовые элементарные функции. Степенная экспонента, синусы, косинусы, обратные к ним функции. Все, что надо. Как устроена таблица интегралов? Вы здесь не найдете ни арктангенс, ни арксинуса, ни логарифма. Нет их в таблице. А что есть? А уж что получится. Вот что случайно вышло, ну не случайно, а вот из таблицы производных, то и есть в таблице. Тем самым стартовые базовые функции немножко странные. То есть с точки зрения интеграла наиболее просто устроенными функциями являются не те, какие вы всегда считали, а вот те, которые есть в таблице. Да, пожалуйста. А от арктангенса можно случайно? Вот так получается. Я сейчас объясню, почему. Значит, еще раз. Так, чтобы не было никаких иллюзий. Интеграл в явном виде от элементарной функции выписать нельзя практически никогда. То есть тезис такой. Это я не формулирую как теорему. Если вы берете случайно вот взятую вот на доске, напишет кто-нибудь из вас элементарную функцию, вот с вероятностью единицы интеграл от нее элементарной функции не является. Точно так же, как вот вы назовете случайно там десятизначное число, с вероятностью единицы квадратный корень из него будет не целым числом и все. Но для арктангенса интеграл берется. Но это уже предмет применения сложной теоремы, вот этой. Это не табличный интеграл. Интеграл от арктангенса можно взять, уже пользуясь серьезными методами интегрирования. Значит, еще раз повторю, какие главные методы интегрирования? Самый главный я уже стер. Это линейность. Это линейность. Самое главное. Почему? Да потому что самая простая теорема. Правильно, она полностью при обращении не претерпевает никаких изменений. Ну и, наконец, теорема о замене переменной и теорема об интегрировании по частям. Значит, не все так плохо. И вам на упражнениях, Олег Николаевич, может быть, уже начал рассказывать, а может быть, еще нет. Он расскажет теоремы о достаточно широких классах элементарных функций, интегралы от которых все-таки элементарные. А именно, он вам докажет, что интеграл от любой рациональной функции является элементарной. Вот есть такая теорема. Я не буду ее доказывать. Почему? Потому что вы все равно будете интегрировать на упражнениях, и там это более естественно. Но, конечно, теорему вы должны будете знать. Значит, интеграл от любой рациональной функции есть элементарная функция. Также в рациональную функцию можно подставлять синусы, косинусы, экспоненту и квадратные корни из квадратных трехчленов. Вот такие теоремы. И, в общем-то, все. Никаких других таких же широких классов не будет. Значит, интегрировать сложнее, чем дифференцировать. С производной все проще. Вот я сейчас напишу элементарную функцию, и любой из вас за определенное время, конечно, когда-нибудь производную возьмет. Правда? А вот с интегралом не так. Ну так вот, чтобы уже ответить на все вопросы. Вот, например, вот от такой даже функции интеграл уже не элементарная функция. И более того, мы сейчас даже не очень уверены, а есть такой интеграл или нет. Значит, кстати, еще раз, конечно, повторю, очень важно, чтобы вы понимали, что вот всю эту табличку надо правильно понимать. Естественно, неопределенный интеграл, даже не только определенный, но и неопределенный, они берутся исключительно на отрезки. Поэтому, скажем, как вот эту формулу мы должны понимать? Значит, только на отрезке, не содержащем точку 0, потому что в точке 0 логарифм модуль x производный не имеет. То есть, например, на отрезке 1, 2 или минус 8, минус 5. Вот так вот. То есть и так далее. И ко всем формулам, которые здесь написаны, надо понимать, что это формулы для неопределенного интеграла на правильном отрезке. Я просто не стал уже загромождать все, что тут написано. Ну вот, в общих чертах такая вот философия. Итак, интеграл Ньютона вещь сложная. Значит, интегралы от этих функций существуют. Почему? Да потому что мы явно предъявили их, просто явно установили существование. Точно так же из этих функций можно слепить при помощи правил еще много-много разных интегрированных функций. А вот никакой общей теоремы пока я вам не называю. Это не так просто. С другой стороны, я могу вот сейчас прям сходу написать пример неинтегрированных функций, чем вас сильно разочарую. И действительно, вот этот интеграл обладает рядом недостатков. Давайте. Значит, функция f от x равна сигнум x. Сигнум x. Ну, например, на отрезке минус 1 и 1. Ну, как эта функция устроена? А вот так. Тут минус 1, тут 0, тут плюс 1. Все. Почему у нее нет интеграла? Почему у нее нет интеграла? Ну, те, кто хоть немножко помнит первый семестр, прекрасно знают, что точная производная не может иметь хороших разрывов. То есть разрывов первого рода. Все. Нет такой функции, точная производная, которая равна сигнуму. Конечно, очень хочется, чтобы f от x была модулем x. Это странно, если даже такую простую функцию мы не сможем проинтегрировать. Но, тем не менее, факт остается фактом, интеграл Ньютона не справляется даже с такой простой задачей. И это привело математиков к необходимости какой-то корректировки интеграла Ньютона. Я сейчас обо всем рассказывать не буду. Конечно, самая главная корректировка – это интеграл Лебега. Но это уже вы через год с этим разберетесь. А я сейчас приведу просто одну из возможных корректировок, и вы увидите возможность дальнейшего развития. Конечно, смысл такой, чтобы вот такого безобразия не было, чтобы такие хорошие функции, конечно, интегрировать. Ну, всяко бывает. Смотрите, как устроен сигнум x. Ну, просто в одной точке что-то со скоростью произошло, какая-то бифуркация. Ну, бывает. Вот раз мы двигаемся, и такой излом. Ничего страшного. Значит, итак, следующий интеграл. Я вас знакомлю со вторым интегралом. Еще раз повторю, что с первым интегралом все ясно. Значит, на качественном уровне я все рассказал. А на семинарах вы обсудите теоремы количественного плана, как для конкретных функций эти интегралы считаются. Все. Значит, переходим ко второму интегралу, и он называется обобщенный интеграл Ньютона. Называется обобщенный интеграл Ньютона. И сейчас на примере этого интеграла вы даже лучше сам интеграл Ньютона почувствуете, в чем там дело. Почему он такой? Но пока я упорно обхожу теорему существования. Это сложно. Итак, определение. Новый интеграл. Функция f маленькая называется обобщенно интегрируемой по Ньютону. Обобщенная понятно, что означает. Значит, по Ньютону уж точно должна быть интегрирована. Здесь вложено. Ну и плюс еще какие-то функции, например, ту, которую я только что написал. Значит, если существует обобщенное первообразное. Вот что это значит. Это значит, существует функция непрерывная на отрезке АВ и дифференцируема на отрезке АВ без множества Е. А Е не более, чем счетно. То есть функция непрерывная, обязательно в каждой точке. Когда я говорил о дифференцируемости, непрерывность следовала. Следовала. А значит, дифференцируемость предполагается всюду за исключением исключительного множества. И это множество может быть пустым. Тогда это обычный интеграл Ньютона. А может быть конечным, либо счетным. Тогда это обобщенный интеграл Ньютона. И, естественно, f' от x равно f малому от x для всех x из АВ без Н. Ну, формально может что произойти? Функция может иметь производную, но не совпадать с функцией f малой. Я для удобства это все собрал в одно множество. То есть на множестве Е может произойти одно из двух. либо производной нет вообще, либо она есть, но не та, что надо. Вот и все. Пожалуйста, обе эти неприятности могут случиться, но случится не более чем счетное число раз. Все. Тогда функция f называется обобщенный интеграл в смысле Ньютона. Соответственно, f' это обобщенная первообразная или обобщенный неопределенный интеграл Ньютона. Я напишу обобщенная первообразная. А f от b минус f от а это есть определенный обобщенный интеграл Ньютона. Определенный обобщенный интеграл Ньютона. Ну и конечно же здесь имеют место все те же три кита, о которых мы с вами говорили. Единственность, линейность и аддитивность. Давайте по каждому из них пробежимся. Конечно, самое нетривиальное это единственность. Зато сейчас вы увидите такое настоящее доказательство и поймете именно смысл происходящего. Почему? Что же происходит? Итак, теорема. Уже непростая, поэтому сосредоточьтесь. Пусть f интегрируемо по Ньютону в широком смысле. f2, f1 обобщенные первообразно. Тогда существует постоянное с, что f2 от х равно f1 от х плюс с всюду. Ничего не меняется. Даже если разрешить много точек недифференцированности. Ничего не меняется. Как мы уже с вами понимаем, это и есть единственность. Отличие неопределенных интегралов на постоянную. Понятно, что если мы не знаем начальную точку движения, то по скорости нельзя восстановить закон движения. А зная начальную точку, все единственным образом восстановится. Так, доказательство. Давайте смотреть. Первое. Конечно же, опять мы вводим функцию φ от х, равную f2 от х минус f1 от х. И здесь я уже буду краток. Конечно же, эта функция непрерывна на отрезке А, В. Почему? Потому что непрерывные функции есть линейное пространство. Разность непрерывных функций. Так, чуть сложнее, но я тоже проговорю, что будет иметь место дифференцируемость на отрезке за исключением множества Е, где Е не более счетного. Не более, чем счетного. Почему? Почему? Ну, давайте смотреть. Функция f2 от х дифференцируема всюду за исключением не более, чем счетного множества Е2. Функция f1 дифференцируема за исключением не более, чем счетного множества Е1. Е2 и Е1 могут быть разными и даже не пересекающимися. Ну и что? Их объединение Е все равно не более, чем счетно. Все. А во всех точках за исключением их объединения и та, и другая дифференцируемая. Значит, все в порядке. Значит, функция f от х дифференцируема практически в каждой точке отрезка, за исключением какого-то небольшого множества. Но обратите внимание, что это множество может быть достаточно частым. скажем, рациональные точки. Вот там может быть какая-нибудь неприятность. То есть их все-таки не так уж и мало может быть. Значит, так. Что еще мы про нее знаем? И ее производная в этих точках равна, конечно, разности производных. Разности производных. Ну а разность производных равна нулю. Но, конечно, не всюду, а всюду за исключением этого множества Е. Ну и вот, что же мы должны доказать? А мы должны доказать, что функция f от х все равно постоянная. Да, значит, смотрите, что мы про f от х знаем. Практически в каждой точке скорость нулевая, но иногда ее, может быть, нет вообще. А вдруг именно в этих точках что-то случится? Но не вдруг, не случится. И вот сейчас мы это увидим. Обратите внимание, теорема Лагранжа уже неприменима. Потому что ни на одном отрезке может не быть дифференцированности. Все, нет Лагранжи. Что-то надо придумывать. Давайте и придумаем. Итак, пусть f от х не является постоянной. Ну что значит она не является постоянной? Значит, существуют такие два числа альфа-бета на отрезке АВ. Что вот такая величина ε, я ее сразу обозначу, равная модуль f от b минус f от а положительна. Правильно? Это же означает, что функция непостоянная. Значит, есть различные значения на какой-то паре точек. Что значит различные? Значит, их разность по модулю положительна. Все. Вот обозначим ε. Зафиксируем. Вот. И сейчас мы докажем... b и альфа. b и альфа, конечно. b и альфа, да. Да, спасибо. И сейчас мы докажем, что на самом деле так не бывает. Не сможем мы с почти нулевой скоростью так высоко подняться аж на ε. Вот что мы сейчас докажем. Давайте доказывать аккуратненько. Итак, факт первый. E. Это давайте вот что такое. Это есть x, k, t, k от единички до бесконечности. Можно я сразу буду считать есчетным. Когда оно пустое или конечное, еще проще. Вот пусть есчетное. Занумеровал все точки множества е. Множества е. Значит, теперь смотрите. Что мы имеем? Что мы имеем? f большое непрерывно для любого k. Непрерывно в этой точке. Смотрите, производной там может не быть. Не f большой, извините, φ. Непрерывно в точке k. Нам этого хватит. Значит, для каждого ε найдется дельта. Я подчеркну, что эта дельта привязана к этому номеру k. К этой точке k. Дельта от x, k. Положительно, правильно? Что для всех x из дельта окрестности этой точки значение функции φ отличается от значения в точке x, k меньше, чем на ε, деленное на 2 в степени k плюс 2. Если мне не хватит, я тут чуть больше напишу. Я так примерно прикину. Понятно, да? Значит, еще раз. k фиксированное. Значит, ясно, что я могу настолько близко приблизиться к точке непрерывности, чтобы отклонение функции рядышком от значения в точке было сколь угодно маленьким. Ну, маленьким, вот величина этого маленького прыжочка, вот она там написана, ε делить на 2 в степени k плюс 2. Может быть, я чуть-чуть побольше поставлю. Да давайте сразу я с гарантией k плюс 4, чтобы уже там, если что, мы поправимся. Так, все. Это в точках непрерывности. Так, в точках непрерывности. Там все плохо, но зато точек мало. Теперь берем точки хорошие. хорошее, это что значит? Это значит производная 0. Производная 0. Раз производная 0, то подъем в этих точках может быть крайне маленький. Крайне маленький. Вот сейчас мы запишем. Что это значит? Значит, пишу, φ дифференцируема в этой точке x. Вот в этой точке x, конкретной точке x, функция дифференцируема. И еще и производная 0. Производная 0. И φ' от x равно 0. Что это значит? А это значит, что существует дельта. Опять я это дельта привяжу к точке x. Можно, да? Прямо вот я так и напишу, что дельта от x. Дельта привязываю к точке x. Так? Какое дельта? Такое, что для всех t из дельта окрестности точки x смотрите, какое неравенство выполняется. модуль φ от t минус φ от x делить на t минус x. Правильно? Что это такое? Это разностное отношение. Теперь я от него должен отнять производную. То есть ничего не отнять, потому что производная 0. И вот это разностное отношение будет меньше, чем ε делить на 2, давайте, на 4. На 4, нет, на 2 хватит. На 2 β минус α. Ну давайте по модулю β минус α, чтобы не думать, кто из них больше. Вот так. Правильно? Опять, я тут какое угодно маленькое число могу подставить, а потом после его выбора выбирать такое дельта. Вот, всё, выбрал. Посмотрите, пожалуйста, что я сделал. Что я сделал. Ой, времени у нас уже... Так, слушайте, да, теорема важная. Давайте мы, может быть, на этом прервёмся сегодня, давайте ещё раз зафиксируем, что мы с вами сделали. Мы с вами сумели покрыть каждую точку отрезка отрезка, чувствуете, к чему я клоню, каждую точку отрезка маленьким интервалом дельта с определёнными свойствами. Ну а дальше, я думаю, вы догадаетесь, ну вот, тогда давайте в понедельник мы с вами продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...